Рада приветствовать на своем канале всех владельцев, которые кормят своих собак натуральной едой. Мы перешли на натуралку или в три месяца, или сразу после трех. И теперь я стараюсь готовить как можно вкуснее, придумывать какие-то новые блюда. И буду выставлять эти короткие видео на канале в надежде, что это пригодится тем, кто не знает, чем кормить свою собаку. Большим собакам это меню, конечно, не подойдет, а для собак поменьше, я думаю, будет полезно. Мы очень любим грызть говяжьи сухожилия, которые нам успешно помогли поменять зубки. Каждый день на завтрак я своему мачу даю творог. Творог покупаю жирностью 0,5. Здесь 275 грамм нам хватает почти что на неделю. У меня очень хороший холодильник с нулевой зоной. Продукты там хранятся очень долго, ничего не портится, поэтому я могу позволить себе покупать надолго. Если собака очень голодная, может быть, давно не ела, так получилось. Порция моя всегда 2 столовые ложки, обычно одна, но хорошая с горкой. Еду для собаки на весах не взвешиваю, кладу на глаз, но всегда с расчетом мисочки. Я знаю, что емкость этой мисочки 160 миллилитров. Где-то всегда половинку делаю, если хорошее настроение или отличное поведение. Конечно, балую, кладу побольше. Дальше я буду класть банан. Это третья часть от банана. Банан также идет к творожку. Желтые и коричневые бананы не употребляю сама и не кормлю собаку. Разминаю вилкой творог с бананом. Не просто, вот как сейчас в сухом виде творог и кусочки банана, превращаю все в однородную массу крем. Практически этот завтрак даже больше похож на десерт. Это любимое блюдо моих детей. Когда-то мои дети не ели творог и мне посоветовали дать им творог с бананом. Только я туда еще добавляла сливки. Это очень вкусно. Советую попробовать и взрослым, и детям. Это я сейчас про людей. Читала, что перезрелые бананы чихуашкам нельзя. Якобы они очень сладкие. Я всегда покупаю такие же, как люблю сама. Светло-желтые, немножко зеленоватые, больше с кислинкой. Но, конечно, все равно фрукт сладкий сам по себе. Вот теперь это однородная масса творог с бананом. Вот такое уже очень вкусно и для нас, и для животных. Равномерно размешано, равномерно сладковато, кисловато. И теперь все это ставлю на маленький газ, так как тарелочка у меня металлическая. Я всегда готовлю сразу в тарелке. Я творожок подогреваю. Никогда ничего холодное собаке своей не даю. Творог заранее не достаю, особенно в жару. Так как мисочка металлическая, это огромный плюс. Она очень быстро нагревается, краешки миски нагреваются, поэтому быстро могу подогреть завтрак, обед или ужин, если это нужно. Если это из холодильника, холодное. Мачо ждать не любит, поэтому такой вариант, как приготовить и оставить согреваться на столе, нам тоже не подходит. Нам надо быстро. Если мы видим, что скоро будет кушать, значит, надо поторопиться. Поэтому я использую такой способ. Ну и проверяю всегда пальцем. Если не холодное, значит, готово. Подогреваю, чтобы было еле теплое или до комнатной температуры. Итак, это наш завтрак. Творог с бананом. Когда мачо очень голодный, придерживаю тарелочку, чтобы она у него не ездила. Времени это занимает очень мало, потому что у нас съедается все очень-очень быстро. В своих видео обязательно буду показывать, кушает собака то блюдо, которое я приготовила или нет. Во избежание всевозможных ненужных комментариев. Мачусенька, тебе было вкусно? Да, я тоже люблю такое. Да со сливочками просто загляденье. На этом мое первое видео меню для собак натуральное питание заканчивается. Буду продолжать эту тематику. Надеюсь, видео меню для собак окажется полезным. Может быть, каждый подчеркнет для себя какую-то вариацию из тех продуктов, которые кушаем мы. Мачусенька, тебе было вкусно? Ох, как тебе было вкусно! Всем пока-пока!